В Ненецком округе началось досрочное голосование по внесению поправок в Конституцию России. Отдать свой голос раньше 1 июля смогут кочевники, работники нефтяных месторождений и метеостанций. 20 июня свой гражданский долг уже исполнили сотрудники ОГМС Северное и Песчано-Озерского месторождения на острове Колгуев, а также на Харьяге. На данный момент в досрочном голосовании приняли участие 294 избирателя. Всего, по предварительным данным, избирательной комиссии Ненецкого округа досрочно в регионе проголосует от 3,5 до 4 тысяч человек. Месторождения, где объявлен карантин по коронавирусу, закрыты для членов участковых комиссий. Голосование по внесению поправок в Конституцию России по указу президента состоится 1 июля. Этот день в стране объявлен выходным. Избирательные участки, как и на любых выборах, будут открыты с 8 утра и до 8 вечера. Впрочем, комиссии начнут свою работу гораздо раньше, с 25 июня. До 30 июня они будут принимать избирателей с 12 часов дня до 8 часов вечера. Гражданам также будет предоставлена возможность воспользоваться именно вот этим периодом времени в силу своих личных обстоятельств. Либо они в это время, точно так же, если подавали заявление, они могут пригласить участковую избирательную комиссию к себе на дом и проголосовать на дому. Для чего это все сделано? С учетом сегодняшних реалий нашей жизни, то, что у нас в нашем регионе и в ряде других регионов по Российской Федерации введен режим повышенной готовности, соответственно, обязаны соблюдать меры, санитарно-гигиенические меры при проведении любых мероприятий. По рекомендациям Центральной избирательной комиссии, согласованных с Роспотребнадзором, на избирательный участок могут допускаться от 8 до 10 человек в час. Однако это не означает, что большее количество людей не пустят. Все, что необходимо соблюдать – социальную дистанцию. В целом же в регионе все готово для безопасного проведения голосования. Закуплены средства индивидуальной защиты, антибактериальные салфетки, халаты, маски и перчатки, защитные экраны. К 25 июня они будут доставлены на все избирательные участки. Списки избирателей будут печататься непосредственно уже с паспортными данными граждан, которые включены туда. Гражданин, придя на избирательный участок, будет предъявлять свой паспорт в развернутом виде, чтобы член комиссии его не брал своими руками, хотя они все будут сидеть в перчатках нитриловых. Но, тем не менее, будут смотреть на расстояние паспортные данные, регистрацию. И, соответственно, после того, как найдут гражданина в списке избирателей, гражданин воспользуется своей персональной ручкой, которую ему выдадут, распишется в списке избирателей, получит бюллетень и проголосует. Для голосования по поправкам в Конституцию в Ненинском округе будет открыто 55 избирательных участков. Напомню, что проголосовать можно будет и на дому. От граждан поступило 165 соответствующих заявлений. Еще порядка 1400 жителей Ненинского округа открепились, чтобы проголосовать по месту нахождения. Налоговая инспекция напоминает, для оплаты НДФЛ по декларациям за 2019 год остался месяц. Отчитаться о полученных доходах за прошедший год необходимо в срок до 30 июля. Однако выполнить свою обязанность по уплате НДФЛ необходимо ранее, до 15 июля 2020 года, несмотря на поздний срок предоставления декларации. Обязанность по представлению налоговых деклараций возникает у тех физических лиц, которые получили доход от продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности менее минимального срока владения, получившие доходы от выигрышей в лотерею, получившие доходы от подарков, не от близких родственников, также получившие доходы от аренды своего имущества и получившие доходы от зарубежных источников. Также обязанность по представлению налоговой декларации возникает у нас у индивидуальных предпринимателей, у нотариусов, занимающихся частной практикой, открывшие собственный кабинет, находящихся на общей системе налогообложения. Предоставить декларацию 3НДФЛ необходимо в налоговый орган по месту своего учета. Налоговую декларацию возможно заполнить через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, также прийти в налоговую инспекцию, записаться онлайн и принести ее на бумажные носители через многофункциональные центры. И в этом году в Федеральной налоговой службе разработано новое мобильное приложение, доступное на Android и iOS, где вы можете скачать данное приложение и заполнить налоговую декларацию именно там. Также через мобильное приложение «Налоги.ФЛ» можно получить бонус к реализации установления налога на профессиональный доход для легализации самозанятых. В ходе реализации мер поддержки пострадавшим от пандемии коронавируса, правительством было принято решение поддержать тех, кто с начала года подключился к реализации этого режима. Режима сейчас всем, кто его использует, начислены так называемые бонусы в размере одномом рода – 12 130 рублей. Его можно использовать на… можно только использовать на уплату задолженности по этому налогу, либо на уплату начисления по этому налогу до конца года, до конца текущего года нужно его использовать. То есть его нельзя обналичить, перевести на карту, на другие цели потратить, потратить на уплату иного налога, то есть на уплату только этого налога. Добавлю, бонусом могут воспользоваться как уже ранее зарегистрированные пользователи приложения «Налоги.ФЛ», так и те, кто планирует регистрацию до конца текущего года. Возобновлено движение по маршруту номер 101, поселок Искатели, поселок Красное. Расписание движения по маршруту номер 101 и стоимость проезда остались прежними – 250 рублей для взрослых, 150 рублей для детей. Предусмотрен льготный проезд для отдельных категорий граждан. Студентам, исключая волонтеров и пассажирам старше 65 лет, стоит помнить о временной отмене льготного проезда из-за пандемии коронавирусной инфекции. В связи с возобновлением движения по автомобильному маршруту номер 101, Северная транспортная компания прекращает осуществлять рейсы на судах на воздушной подушке по маршруту город Наринмар, поселок Красное и обратно. Пандемия внесла свои коррективы не только в летнее трудоустройство подростков, но и в организацию детского досуга. Чтобы подрастающее поколение могло с пользой провести свободное время, в округе был дан старт онлайн-проекту «Каникулы в НАУ». В частности, на базе «Дюц-лидер» организованы занятия с детьми по различным направлениям, в том числе физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, художественное, техническое, естественно-научное и туристко-краевеческое. Ребята участвуют в мастер-классах и онлайн-викторинах, с удовольствием посещают различные лекции. Все эти мероприятия проводятся посредством различных онлайн-платформ и социальных сетей. Также в каникулярное время на стадионе детского и юношеского центра «Лидер» тренеры-преподаватели проводят с детьми занятия на свежем воздухе. Ознакомиться с расписанием занятий и мероприятий проекта «Каникулы в НАУ» можно в группе ВКонтакте на страничке регионального модельного центра дополнительного образования детей Ненецкого автономного округа Пострадавшим от подтопления жителям округа выплатят компенсацию. В администрации Заполярного района принято соответствующее положение, в рамках которого предусмотрена материальная помощь в размере от 10 до 50 тысяч. Деньги выплатят тем собственникам жилья, чья собственность из-за стихии оказалась испорчена. Для того, чтобы получить материальную помощь собственникам жилья, которое было подтоплено, необходимо подать заявление установленной формы с указанием банковских реквизитов собственника. Далее прикрепить к нему документы, подтверждающие право собственности, копию паспорта и акт обследования жилья. Акт обследования составляется блаженными лицами администрации поселения в присутствии представителя, собственника. Тогда они все комиссионно осматривают, составляют акт, фотографируют и отправляют документы нам. У нас в администрации имеется 20 дней для проверки и проведения расчетов с пострадавшими. Поскольку в документах должны быть указаны все реквизиты, куда перечисляются деньги и средства, деньги и средства будут перечислены на счета пострадавших. Если будет какая-то заминка, ну возможно, либо номер счета будет перепутан, либо что-то будет недоуказано, но мы здесь отработаем, будет немножко дополнительное время, но все свою помощь получат. Также важно знать, что материальная помощь не предоставляется в связи с повреждением или утратой жилого помещения, занимаемого по договору социального или имущественного найма, по договору найма специализированного жилого помещения или по договору ссуды. Размер материальной помощи зависит от нанесенного ущерба. Необходимо сказать о трех градациях, которые имеются в документе для выплаты материальной помощи. У нас предусмотрено о том, что 10 тысяч рублей получат те собственники жилья, у которых вода вошла до черного пола, то есть затоплен подвал, цокольный этаж. Если вода остановилась между черным полом и основным полом, то тогда выплачивается 20 тысяч рублей, ну и если сверх основного пола вода поднялась, то тогда 30 тысяч рублей. Понятно, что есть еще условия, когда дом полностью разрушен или фактически к нему проживать невозможно, то тогда это 50 тысяч рублей. По всем вопросам можно обратиться в администрацию поселения, где располагается подтопленное жилье. Редактор субтитров А.Семкин